Тем временем Соединенные Штаты Америки ввели против России новые санкции. Кроме того, президент Джо Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы России. В ответ на это МИД России вызвал американского посла Джона Салливана на, цитирую, тяжелый разговор. Подробнее об этом в сюжете Николая Старкова. Этот страх, конечно, присутствует. Мы живем на территории Донецкой области. Некомфортно жить рядом с таким бешеным соседом. Жители подконтрольных Украине регионов Донецкой области не скрывают. Встревожены наращиванием военных сил России на границе с Украиной. Это, как на меня, не сулит ничего хорошего. Даже если это просто брязкание оружием, это в очередной раз показывает, что Россия все равно на международные права. Европейский Союз и НАТО готовы помогать Украине и словом, и делом. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебов встретился с коллегами из стран Балтии. Они специально приехали в Киев выразить поддержку Украине в борьбе с агрессией Кремля. Также сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В моих сегодняшних разговорах с президентом Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы с глубокой озабоченностью обсуждали наращивание российской военной мощи у границ Украины. Европа едина в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Тем временем враждебное поведение России стало причиной новых санкций против Кремля. В этом списке именно российских топ-чиновников и дипломатов, а также более 30 российских компаний, ввели санкции официально в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы прошлого года в США, кибератаки на американские компании и продолжающуюся оккупацию Крыма, объясняет эксперт по Украине американским взаимоотношениям, неофициальный советник президента Владимира Зеленского Эндрю Мак. Эти меры — это то, что можно назвать предупредительным выстрелом. Это предупреждение о том, что администрация США готова на решительные шаги и не побоится принять меры, способные потенциально очень сильно ударить по экономике и интересам России. В санкционном списке и веб-сайт из так называемой фабрики троллей — это ресурсы, причастные к распространению дезинформации по поводу американских выборов. Кроме того, ФБР объявила награду — 250 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Евгения Пригожина, бизнесмена из ближнего окружения Путина. Именно с ним связывают сеть этих ресурсов. Пресс-секретарь Российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва даст решительный отпор последним действиям Вашингтона. На разговор в МИД вызвали американского посла в России Джона Салливана. Николай Старков, Новости Украины.